Ну начнем мы с небольшого бага. Вот посмотрите, иконка обновления имеет, вот только сейчас заметил, иконка обновления имеет вот такое вот какое-то раздвоение. Ну то же самое относится и к иконке воспроизведения музыки. Может быть с этим обновлением они что-то поправят. Кстати обновляется у меня дополнительно еще и мой MS Fit Bip. Вот видно, что я их поставил и прилетело что-то новенькое. Сейчас буду сравнивать немножко свои ощущения от Mi Band 4, который вот у меня несколько дней, и сравню немножко с показаниями MS Fit Bip, чтобы вы понимали насколько хорошо он считает и насколько они разнятся. Всем привет! Итак, несколько дней я уже пользуюсь Mi Band 4, он мне очень нравится. И сегодня хотел бы не сделать сравнение как таковое, такое полноценное, а просто показать вам насколько считает точно Mi Band 4 относительно MS Fit Bip, естественно первого поколения. Покажу вам все прямо в интерфейсе приложений, чтобы вы понимали, что это не какие-то скриншоты, и вы увидели максимально все точно, честно, как всегда. Ну и продолжим из бага, который был и остался. Вот сейчас у меня обновление прилетело, и вот вы можете заметить, что осталось раздвоение иконки. Ну вот в паузе все нормально, как только начинаешь воспроизводить раздвоение иконки, причем некрасивое, неприятное. Ну в итоге обновление как бы есть, но что поправили? Может быть добавили какие-то новые фишки, но меня это не очень сильно устраивает. Я хотел бы, чтобы исправили предыдущие вот косяки, ну и потом уже добавлять что-то новенькое. А по поводу MS Fit Bip, тут все стабильно, четко, обновляется, конечно, долго, потому что там еще от GPS обновляется, но в целом работает он очень круто. То есть вообще никаких нареканий, никаких сбоев, MS Fit Bip это такое допиленное классное устройство. Кстати, оно работало и из коробки довольно стабильно. Ну и начнем мы со сна, самых свежих результатов. Значит, первое, что нам выдает Mi Fit, это оценка качества сна. Значит, Mi Band посчитал, что я сплю по шкале от 0 до 100 на 95 баллов. А Mi Fit, который подключен к MS Fit Bip, подключал, что на 89. Вот эта оценка, она зависит от того, какие показатели он зафиксировал по глубокому сну и по тому, во сколько ты лег и во сколько проснулся. Поэтому давайте приступим к этим параметрам. Значит, видно, что общее время сна 8 часов 3 минуты MS Fit Bip посчитал, 7.40 посчитал Mi Band 4. И для того, чтобы постоянно не говорить о MS Fit Bip, Mi Band 4, вы понимаете, что с этой стороны у нас один, с этой стороны у нас другой. Оба девайса подключены к разным телефонам и на постоянной основе все фиксируют и скидывают сюда. Итак, 3 часа 7 минут, 2.58. Кстати, настройка отслеживания пульса во время сна отключена. Это важный момент. Ну и смотрим другую дату. Значит, здесь у нас качество сна 77, здесь 87. Получается, что Mi Band опять как бы лучше посчитал сон. Сон. Глубокий сон был 55 минут, здесь 1.55. То есть разница, ну, на час. Это существенно. И получается, что опять-таки показания очень сильно разнятся. Но, чтобы вы понимали, измерение пульса, вот видно, у меня отключено. Так, теперь по активности давайте посмотрим. Вот уже сегодня Mi Band насчитал 998 шагов против 838. Заходим сюда и смотрим предыдущий день. Здесь мы видим почти 7000, здесь 7100. То есть опять Mi Band больше насчитал. Расстояние пройденное примерно плюс-минус похоже. Сожжено примерно похоже количество килокалорий. Ну, в общем-то, это все такое субъективное. Это понятно, что это устройство, оно не претендует на какой-то профессиональный агрегат, который будет вам сверх точно считать все. И шаги, и сон. Но вот по сну разбежка колоссальная, по шагам не сильно большая. Давайте посмотрим еще один день. 3100-3200. Округлим. То есть, в принципе, тоже по расстоянию все плюс-минус похоже. По количеству сожженного жира тоже все плюс-минус похоже. Ну и небольшой вывод, который я сделал. В общем-то, если вы хотите идеально считающее устройство, идеально точно считающее устройство, то вам необходимо делать прям суперточные замеры. Например, точно взять какое-то эталонное устройство, которое суперточно считает ваш сон, глубину, сна и так далее. И потом сравнить вот с этими игрушками. По сути, это игрушки, потому что они дают общее представление. И вы можете на основе этого общего представления, ну, понять, что вам делать. Больше спать, больше двигаться, меньше спать, меньше двигаться и многое другое. Плюс это штуки, которые присылают уведомления. Это очень удобно, позволяют отклонить звонок, если вдруг вы заняты или еще по какой-то причине. И плюс можно смотреть погоду. То есть, это какие-то такие мультимедийные устройства, которые не претендуют на супер высокую точность показаний. Поэтому даже в рамках сравнения друг с другом, они могут немножко различаться. Но вот, как мы увидели, по активности, по шагам, они показывают все плюс-минус точно. Единственное, что, конечно, может быть, зависит от того, на какой руке носить. Я носил на разных руках, поэтому, возможно, это тоже как-то на что-то влияет. Если поставить их рядом, то я думаю, что тогда можно будет получить более точные результаты в рамках сравнения друг с другом. И еще небольшой момент. Я, честно говоря, любил Amazfit Bip прям вот всей душой. Но важный момент. Когда я получил этот Mi Band 4 и сравнил их экраны, ну, я понял, что мне Amazfit Bip уже больше не нравится. То есть, да, он классный, он шикарный, но в сравнении с Mi Band 4 он мне не нравится. И вот теперь что мне делать? Этот Mi Band 4 я хотел подарить жене. Потому что Honor Band 4 я не хотел ей дарить, потому что он по автономности немножко проигрывает и немножко у него есть там легкие баги. Он считает шаги не совсем точно. Ну, об этом я, может быть, расскажу в отдельном обзоре, который я, не знаю, будет ли время когда-то записать. Так вот, здесь этого пока что нет. Автономность, как я вижу, хорошая. То есть, вот, я его где-то 3 дня использую или 4. 4 дня, по-моему, я его уже использую. И здесь у нас максимальная яркость. Я специально выставил на максимальную яркость и куча уведомлений сюда приходит. Плюс я поставил сюда очень мощную вибрацию. Прям такую, я там сам задал такую вибрацию, чтобы она долго была. И несмотря на это, только 20% скушалось за 4 дня. То есть, получается, что 20% это 5-я часть от 100. 5 умножаем на 4 дня. Это, получается, ну, минимум 20 дней, 21 день, 3 недели он будет держать. А вот Honor Band 4 держал у меня около 7 дней. По-моему, даже до 10 дней он не доходил. Короче, что в итоге. Mi Band 4 мне нравится сейчас больше, чем MS Fitbit. Только за счет того, что здесь круче экран. Здесь удобнее организовано управление вот навигацией, погодой, как мне кажется. Конечно, дисплей не такой большой. Но, в общем-то, это и устройство, которое изначально задумывалось, как компактное. Если вы помните, Mi Band 1 это была просто капсулка вообще безликая, с точечками стадиодными. И этому мы тогда были очень рады. Так что, спасибо всем за внимание. Если есть какие-то вопросы, есть что добавить, пишите в комментариях. Подробное сравнение этих браслетов я даже не знаю, когда я смогу сделать. Просто я хотел бы, но у меня просто нет на это времени. Я даже на Mi Band 3 обзор еще не сделал. То есть, постоянно какие-то приходят посылки, посылки, посылки. И я просто не успеваю делать обзоры, потому что мне нужно это все распаковывать. А если я это не распакую на камеру, не потрачу это время, то, в общем-то, могут быть проблемы. Ну, представьте, если вам приходит просто минутка откровенности, потому что давно с вами не общался. Вот представьте, если вам приходит в день 10 посылок. Вот попробуйте это все распаковать, снять на камеру. Потом еще часть из этого хотя бы смонтировать, выложить. И, в общем-то, потом еще попытаться записать обзор. А помимо этого еще заниматься работой. То есть, это просто вот хобби, которое отнимает очень много времени сейчас. И я очень хотел бы, чтобы вот у меня было прям куча времени. И я мог бы заниматься только обзорами. Но пока, к сожалению, я не могу себе такого позволить. Но со временем, я думаю, что такое получится. Я буду делать больше обзоров, больше распаковок. Потому что очень многое снимается, и оно не выкладывается. Просто снимается для того, чтобы иметь доказательства, что, допустим, пришла посылка там плохая или неплохая. Ну, сами понимаете, необходимость посылок очень много. И частенько бывает такое, что приходит что-то поломанное, разбитое, работающее не так, не в полной комплектации. Естественно, это все надо решать. В общем, вот так. Хорошего настроения. Ссылка на Mi Band 4, кстати, будет в описании, где лично я покупал. И еще пару ссылок, может быть, там, где я найду подешевле. Но в любом случае, если интересно, можете даже в своем городе прийти, посмотреть его в магазине и купить. Но, как правило, по месту они очень дорогие. В Китае сейчас они чуть-чуть подешевели. Все, пока. Кстати, не забудьте использовать кэшбэк. С Mi Band можно хорошо сэкономить. И экономить можно, кстати, в любых магазинах, практически сейчас в любых, которые поддерживают кэшбэк там и в российских магазинах, украинских, молдавских и многих других. Ссылка на кэшбэк в описании. А в группе ВКонтакте вы узнаете о скидках, распродажах и новостях. Субтитры подогнал «Симон»